Приветствую вас. Во-первых, я думаю, что переедание очень редко бывает физиологическим, ну, чисто обусловленным физиологическими какими-то вещами, да, составляющими. Вот, такое безусловно случается, например, это обмена веществ, нарушение обмена веществ и прочее. Вот, это вам нужно будет в любом случае исключить, чтобы в этом плане всё было впадать. Вот. Но есть, безусловно, ещё элементы психологические. Вот. А когда, например, человек активно переедает, потому что, с одной стороны, он пытается себя защитить, так вот, психологическая незащищённость, психологическое осветство личных границ. Вот. Либо он пытается себя наказать за что-то и делает себя специально непригодным для, как он думает, взаимодействия с другими людьми, то есть, условно говоря, если у человека есть мнение, что если он, вот, будет толстым, верным, то он будет противным и, соответственно, что никто не будет общаться. То есть, человек вот таким образом себя наказывает. Ну, и, эээ, самая, эээ, такая глобальная история, это, эээ, снятие тревож, снятие тревожности, то есть, эээ, когда человек ест, особенно, если кто-то вот такой недорого пишет, вот, то, эээ, если есть всё время или хочет есть всё время, вот, то это, ээээ, прибытие снятие тревожности, то есть, у девочки есть некая тревожность, в которой она машинарирует. И, эээ, стараться поддерживать здоровое питание, ну, здесь это всё равно, что, вот, если человек рано, да, и всё равно, что, вот, человек рано получил, да, там, допустим, ну, проснул, эээ, там, веткой, иглой, эээ, себе, допустим, руку, и вы, вот, не вытаскивая иглу, да, не вытаскивая предмет, который проснул руку, вы просто замазываете бинзом, вот, то есть, вот, то, что вы делаете, я тут напоминаю такие действия, там, что, эээ, причина переедания точно не в том, что, ну, вот, что нужно здоровое питание придерживаться, да, при проблеме она, вот, либо физиологическая, там, нарушение обмена веществ, там, что-то ещё, либо это психологическая, вот, те аспекты, которые я перечислил, и, поскольку вы, эээ, свой вопрос задаёте, задаёте в раздел, эээ, всё-таки психологии, а не медицины, то, соответственно, с психологической точки зрения, эээ, переедание относится к зависимостям, что-есть, к нарушениям пищевого поведения, а это, соответственно, всегда имеет, вот, все основы, которые я перечислил, разве что можно добавить, эээ, что в целом, вот, в целом, это оральное поведение, вы можете сами почитать, эээ, в интернете, что такое оральное поведение, всегда же относится к перееданию, алкоголизм, курению, вот, эээ, и так далее. Вот это все, вот, ээээ, оральное поведение, ну, почитайте, вяжите эту тему, все вот эту тему самостоятельно, я думаю, что, после вам тьма будет несколько, эээ, более, понятно, эээ, то, что происходит с вашей дочерью, вот, и вы уже не будете так активно, эээ, уповать на то, что, вот, ну, приучить ее к, эээ, к питанию, эээ, здоровому как-то поможет, потому что здоровая, то есть низкокалорийная еда, она не снимает тревожность, тревожность, она, она, она наоборот, только увеличивает тревожность, усиливает ее, вот. Такое чувство насишения, насишение, да, такого сильного насишения, в частности, в, эээ, живая наполненность, вот, оно дает ощущение решенности, и тревожность на время, на время уходит, но там зависит еще от самого уровня тревожность, если уровень высших, то, соответственно, требуется большое количество пищи, если уровень достаточно низкий, то требуется, ну, более, эээ, как бы, более, эээ, умеренные дозы, вот, еды, и так далее. Поэтому, в основном, такой вам ответ я могу дать вам, с точки зрения психологии. Эээ, я надеюсь, что это было полезно, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, эээ, за его оценку, эээ, в качестве лучшего, я вам, эээ, желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok